Приветствую вас, дорогие зрители и друзья телеканала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику «Пресс Батва». Меня зовут Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам самые интересные статьи и репортажи, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты и обозреватели издательского дома «Ульяновская правда». Популярный еженедельник «Народная газета» рассказывает о том, что для детей до 3 лет с 2021 года будут выдавать специальные продуктовые карты. По продкарте можно будет купить молочные, жидкие или сухие смеси, заменители грудного молока, детский кефир и творог, ягурт, молоко, сухие молочные каши, фруктовые, овощные и мясные пюрешки и соки. Подробнее в статье Андрея Творогова «Мама, где моя карта». В постоянной рубрике «Гурман» можно узнать кулинарные секреты сытного и наваристого бульона. На первый взгляд, элементарный в приготовлении бульон не так прост. Важны и выбор мяса, и свежие овощи, и время приготовления. Если вы хотите, чтобы бульон получился ярко насыщенного цвета, то лук и морковь надо разрезать пополам и место среза хорошенько подпалить. Если в процессе варки слишком много жидкости выпарилось, долейте исключительно кипяток. Если добавить холодную воду, то это серьезно повлияет на вкус бульона. Берите эту информацию на заметку и приятного аппетита! В Центре народной культуры «Губернаторский» выступил прославленный хоровой коллектив «Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого». Хор носит высокое звание национальное достояние страны. Несмотря на то, что коллективу исполнилось 110 лет, он остается молодым телом и душой. Средний возраст артистов составляет 22 года. К мнению молодежи прислушиваются и в репертуар включаются произведения современных композиторов и поэтов. За счет этого коллектив не теряет своей актуальности среди слушателей. Эти и многие другие новости читаем в свежем выпуске «Народный». Телепрограмму нашего канала вы всегда найдете на страницах любимого чтива. К региональным журналам. В восьмом номере толстого литературного журнала «Симбирск» заслуживает внимание заметка Веры Далматовой «Навсегда остался он поэтом». Автор рассказывает о том, как ульяновцы провели однодневный литературный фестиваль «День с Есениным», приуроченный к 125-летнему юбилею поэта. Раздел «Страна поэзии» украшает подборка свежих стихотворений лауреата Гончаровской и Благовской премий Светланы Матлиной. «Глухую пору листопадов», «Локса», «Частокол», «Вишня», «Ешка», «Лоджия с рыжим котом» — эти и многие другие стихи читайте на страницах журнала. Главный редактор «Симбирска» Елена Кувшинникова рассказывает о своей поездке в начале осени в Дагестан на Гамзатовский фестиваль «Дни белых журавлей». Ее материал дополняет фоторепортаж с места событий в цветной вкладке издания. Здесь же фотографии Марины Бирюковой, сделанные в осенних тарханах. Читаем сказки из книги «Волшебные озера» писателя Александра Никонова, в которых заложены глубокий смысл повествования и размышления автора о любви, дружбе, верности, семейных ценностях, на которых и ныне держится мир на земле. Вторая цветная журнальная вкладка иллюстрирует работы областной выставки «Лоскутная радуга-2020», а также «Мир, чудо и волшебство» в картинах Натальи Сюзевой. Раздел «Молодые голоса» знакомит ульяновцев с прозаиком из Саранска Полиной Смородиной. Вниманию читателя предлагается ее рассказ «Красная герань». В заключении юбилейный календарь, а также поэзии и проза юбиляров. Еженедельник Ульяновского района Родины Ильича выяснял, в чем причина парадонтоса, как его обнаружить на первых порах и какие меры профилактики помогут не дать развитию заболеванию. Алена Одинцова рассказала о преданных профессиях работников автомобильного транспорта. Журналист газеты «Старомайнские известия» Саша Артемьева в преддверии «Дня комсомола» провела опрос среди ветеранов комсомольской организации, задав один лишь только вопрос – как вы оцениваете значение комсомола в своей биографии? Все ответы объединяет одна мысль – юность моя, комсомол. Также газета сообщает о том, что началась заготовка новогодних елей. Несмотря на то, что до Нового года больше двух месяцев, уже идет заготовка и вывоз за пределы Ульяновской области рождественских деревьев. Издание «Новое время» рассказывает о базарно-сысганских Печкиных. Почтальоны спешат на помощь по оказанию социальных услуг пожилым людям. Жители могут оставить заявку на доставку на дом необходимых продуктов и товаров народного потребления. Кроме этого, почтальоны принимают на дому платежи за ЖКУ с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов. Газета «Канаж» рассказывает о том, что во второй раз в Музее Чувашской вышивки в Чебоксарах состоялся межрегиональный фестиваль «Эрэш», в котором приняли участие мастера вышивки разных уровней и направлений. В рамках фестиваля проводился конкурс по Чувашской вышивке «Марафон мастеров» и конкурс этнического костюма «Нескучная обыденность». На этом фестивале Чувашского орнамента Ульянского представили два мастера – научный сотрудник областного краеведческого музея имени Гончарова Сергей Кольцов и председатель комитета Чувашских женщин областной национальной автономии Елена Урисметова. Сергей – единственный мужчина в конкурсе, справился с марафоном досрочно. Он вышел в футля для сотого телефона и стал обладателем диплома в номинации «За оригинальность». Урисметова, представлявшая коллекцию народных костюмов, вернулась домой с двумя дипломами первой и второй степени. Традиционно спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Журналист Александр Агапов ностальгирует, листая старые подшивки «Чемпиона». Он вспоминает октябри 2006, 2007, 2011, 2013 и 2015 годов, рассказывая о ярких спортивных событиях осенней поры в регионе в эти годы. Информационный портал «Улправда.ру» сообщает о том, что юным пешеходам расскажут о безопасности на дорогах. Алексей Михайлов уточнил, что в Ульяновской области пройдет профилактическая акция «Юный пешеход». Вместе с сотрудниками госавтоинспекции в акции примут участие инспектора по делам несовершеннолетних, представители дирекции безопасности дорожного движения и общественности региона. Место проведения акции в Ульяновске, Ленинске и железнодорожные районы города. В ходе мероприятия организаторы напомнят водителям о строгом соблюдении правил дорожной безопасности вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к образовательным организациям, а пешеходам расскажут о возможности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Региональные дельфийские игры впервые пройдут в заочном формате. Юные ульяновцы традиционно посоревнуются между собой за звание лучших в сфере культуры и искусства, а также за возможность представлять ульяновскую область на общероссийском уровне. В этом году состязания состоятся в 27 номинациях, среди которых фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баянный аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, ассамблевое народное пение, эстрадное пение, народный танец, современная хореография, тележурналистика, фотография, парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и керамика, народные инструменты, духовые инструменты, электронно-клавишные инструменты, цирк, джаз. Лично присутствие участников не требуется. Организаторы принимают работу номинантов в формате видео и фотоматериалов до 30 ноября. Портал Медиа 73 рассказывает об открытии Всероссийского виртуального концертного зала в Дмитровградском музыкальном колледже. Такой зал в образовательном учреждении появился благодаря победе в 2019 году в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по предоставлению финансовых средств. Студенты смогут, не покидая пределы своего города, знакомиться с высокими образцами инструментального и вокального исполнительства, а также художественного слова. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового ящика. С вами был Антон Картошкин. До свежего схода порции пресс-ботвы через неделю.